Турнир памяти Леонида Твердохлебова начался с возложения цветов к открытой не так давно мемориальной доске на стене манежа УСК Подмосковья. Собрались друзья, родные. Хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в этом вопросе. Я думаю, что Леонид Андреевич заслужил это своим честным трудом. Пришли те, с кем вместе играли на футбольном поле и те, с кем решали важные административные вопросы. Мемориальный турнир проходил уже в третий раз. Собравшиеся почти ли память Леонида Андреевича минуты и молчания. В гости к Щелковскому Спартаку приехали команды из Ярославля, города Конакова Тверской области и гусь-хрустального Владимирской области. На паркете ветерана спорта 60+, самому возрастному футболисту турнира, 72 года, Иван Трофимов в свое время играл за Норильский никель, становился чемпионом России. Дружеский формат турнира не отменяет азарт к победе. Матчи проходили по схеме каждый с каждым, то есть каждая команда провела по три игры. Первыми на поле вышли Спартак Щелкова и гусь-хрустальный. Первая пара команд на поле показала, что борьба за кубок турнира будет сложной. Много опасных моментов создавали хозяева поля и выиграли у команды гусь-хрустальный со счетом 1-0. Воспоминаниями о Леониде Андреевиче поделился и автор победного гола в финале Кубка России 2005 года по мини-футболу Максим Бодренко. О его упорстве говорили бывшие коллеги, которые и сегодня продолжают работать на развитии Щелкова. Держать удар непросто, но можно научиться. Попробовали на себе. Победу в турнире памяти Леонида Твердохлебова праздновали тверские футболисты. Второе место у Спартака Щелкова. Матч за третье место уверенно выиграли ярославцы.